Друзья, всем доброе утречко! Начинаю сегодня новый влог, решила поснимать. У нас выходной, воскресенье. Сейчас 10 утра. Я уже на кухне. Выпью сейчас его любимый коллагенчик. И буду готовить завтрак. Честно говоря, настроения особо нет. У нас все выходные дожди. Сейчас смотрю в окно, вроде дождя нет. Но так серо, уныло как-то вообще. Короче, ладно, будем скрашивать свои будни. Так что начинаем новый день. Давайте вместе поднимать себе настроение. Хотя бы начнем с вкусного завтрака. У меня уже совсем на дне этот коллаген. Надо заказать новый. Может быть, другой попробовать. Не знаю, я как-то так привыкла к этому. Уже годами его пью. Сейчас водичкой все зальем. Так, завтраком все по стандарту. Авокадо у меня, яйца. Вот рыбка была дома. Красная. Так что сделаю тост. Такой, кстати, хлеб тоже новый. Попробовала от Fazer. На овсяной муке. Очень вкусный такой тост. Сделаю авокадо-тост. Хороший, мягкий авокадо. Кстати, из Lidl. Долежал, стал мягкий. Кто смотрел мою последнюю закупку в Lidl. Все, ничего особенного. Но зато все самое любимое. Еще, наверное, добавлю в этот Swaggysers. На латышском говорю. Мягкий сыр. Очень люблю этот раз. Такой без добавок. У них есть там с зеленью, с какими-то добавками. Я покупаю всегда классический. И вот на тост под авокадо, под красную рыбку, всегда такой сыр использую тоже. Из авокадо, кстати, решила сделать такую массу, типа гуакамоли. Я сразу его ложу на тост. Сначала только, наверное, сыр. А сверху уже рыбка. Ну вот, уже вырисовывается вообще красота. Не хуже, чем где-то в кафе. На руколу еще добавлю немножко льняного масла. Вот такое у меня льняное маслечко. Очень полезное. Буквально чуть-чуть. Ну что, вуаля! Все готово. По-моему, получилось как в кафе. Когда заказываешь авокадо-тост, приносит что-то очень похожее. Супер! Обожаю, чтобы было красиво и вкусно. По-моему, прекрасное начало воскресенья. Ну что, ребят, я решила себя немножко побаловать сегодня, сделать такой небольшой подарок. Поэтому мы с вами поедем в спа отдыхать и релаксировать. Будет мое первое посещение этого спа. Один из лучших, кстати, в Ринге. Я была там только один раз, несколько лет назад. И то на процедуре для лица. Я не была именно в основной зоне, где бассейны, где какие-то баньки. В общем, не была в их основной зоне спа. Поэтому сегодня мы будем исследовать это место. Я надеюсь, что народу будет не очень много, так как сегодня воскресенье. Я переживаю, что будут дети, люди, что будут гости гостиницы, потому что тот спа находится при отеле. Но посмотрим. Будем надеяться, что сегодня будет более приватная атмосфера. Я смогу для вас поснимать. Мне очень само интересно, как там и что. Это спа в центре Ринге. Называется он Эспа. Находится он в гостинице Рэдисон, бывшая гостиница Латвии. Так что да, беру с собой купальник. Это у меня такой сплошной купальник, который я именно беру с собой, когда иду в спа какие-то, в такие бассейны. Не на море. Поэтому он у меня, в принципе, редко используется. Но такой все равно нужно иметь. Я его как-то давно покупала. Ну как давно, пару лет назад покупала в магазине Кроп. Такой молодежный магазин. Бирочку сейчас, наверное, уже не найду. В общем, Кроп есть у нас в торговых центрах. Была там тотальная распродажа. И этот купальник мне обошлось буквально там, наверное, в 6-7 евро. Мне очень понравилось, что здесь такая яркая молния. И что он такой в остальном черный. Довольно лаконичный. Из косметики особо брать ничего не буду. Потому что у меня такое ощущение, что там все будет. И причем будет, видимо, их своего собственного бренда Эспо, я очень надеюсь. Поэтому на всякий случай возьму пробники шампуня и кондиционера. Может быть там шампуня не будет, не знаю. Но я практически уверена, что все должно быть. Нашла такие пробники от латвийской компании Мадера. Возьму и возьму крем для лица. Крем у меня сейчас вот такой. Нитроджина. Я использую на каждодневной основе. Он увлажняющий. И он действительно очень классно увлажняет. У него такая текстура. Гелевидная. Полукрем-полугель. Сейчас покажу. Все-таки не гелевидная. Более как крем. Но он такой очень-очень жиденький. Зеленоватый. Пахнет такими травками. Очень приятно. И действительно классно увлажняет. Раньше никогда такое не покупала. Но вот в принципе сейчас пользуюсь. И довольна как такой базовый каждодневный крем. Возьму его с собой. Все. Возьму полотенце, тапочки. Что еще? Расческу, чтобы высушить волосы. Поеду налегке. Так что все. Встречаемся с вами уже в центре города. Ну что, я на месте. Вот видите вывеска Эспо. Прямо центра Риги. Шикарное, красивое здание. Я удачно очень парканулась прям напротив. Здесь прям улица красивая. Ой, туда идет человек. В общем, будут люди там сегодня. Ну ладно. Ничего. Погода жуткая. Снег. Вы не представляете, как мне тяжело было себя заставить выйти из дома. Знаю, что мне придется переодеваться в этот холод. Но там будет хорошо и уютно. Все. Класс. Я уже жду. Покажу вам просто дома красивые напротив. Такие старые-старые. Но очень красиво. Вот этот более-менее желтенький отреставрирован. А вот этот прям такой, ух, старый. Подъезд, ворота. Вот такая красивая улица Базнецес. Идем вот сюда. Так, поднимаемся наверх. Я думаю, что сюда. Так, я уже оплатила свой СПА. Сейчас мне нужно на третий этаж в гардероб. Еду на лифте. Вот такие раздевалки здесь. Люди есть, но немного. Фены лежат. Что еще? Даже плойка, смотрите, есть. Если нужно выпрямить волосы. Салфетки. И, конечно, косметика. Это ЭСПА. Боди, лосьон для тела. Как раз я не взяла. Я чувствовала, как раз не взяла его. Такие кресла, как в салоне красоты. Сам себе парикмахер. Выдают по два полотенца. И тапочки тоже входят. Халата нет. Также у раковин тоже, конечно, ЭСПА. Это для рук жидкое мыло. И лосьон для рук. Все очень чисто, красиво. Аппарат с водичкой в раздевалке. Попьем. Это холодная вода. А это, судя по всему, такая теплая. Сейчас попробую. Я думала, что газированная. Все равно холодная. Такой декор здесь. И, кстати, шкафчики. Сам придумываешь себе номер. Нет никаких ключей. Просто программируйте номер, какой вам нужен. Нажимайте ключик. Запоминайте номер. И все. Ну что, я спустилась в СПА. Конечно, люди есть. Но не так страшно, как могло было быть. Разные штучки есть. Можно эти для детей брать плавнички. Если не умеете плавать, можно взять эти штуки. Колбаски. Такой бар. Но в баре ничего нету, кстати. Есть просто там бак с водой. Можно попить воду, как в раздевалке. Я вам скажу, в основном бассейне довольно холодная вода. Я, конечно, искупалась. Хорошо поплавала. Но дискомфорт. Я привыкла, что все-таки в СПА, в бассейнах, в этих релаксирующих комфортная такая температура. Но здесь как-то очень прохладненько. Зато очень классная джакузи. Тоже я там уже была. Вот если видно, вот здесь. Не хочу просто людей снимать. Там такие массажные потоки. Как бы напоры массажные классные. Можно очень хорошо помассировать спину. И там тепло-тепло-тепло. Это джакузи. Там, конечно, я получила массу удовольствия. Не хотелось вылезать вообще. Банька. Не знаю. Надеюсь, с моим телефоном ничего не будет. Я тут в бане. Здесь две такие баньки. Еще одна соляная комната классная. Тоже я там уже посидела, подышала. Там прям пар, соль, темно. Так вообще классная атмосфера в этом СПА. Очень такая приятная камерная атмосфера. Музычка. Приглушенное освещение. Что тут еще? Короче, прикольная атмосфера такая. Релакс тотальный. А здесь контрастный душ. Вы так проходите по кругу. От холодного до горячего. Но мне было холодное все. Честно скажу. По всему СПА идут вот такие скамеечки. Они с подогревом, но с минимальным подогревом. Приятным. Не горячие. Можно посидеть, отдохнуть. Я думала, может лежаки какие-то будут в некоторых СПА есть. Но здесь нет. Только вот такая скамеечка. СПА идут. Ребята, это было прекрасно. Вот в таком красивенном доме находится этот СПА. Не могу не показать. Очень красивый дом. В общем, я провела там два с половиной часа. Я накупалась. Насиделась в баньке в соляной комнате. Сейчас я уже вышла. И классика жанра. Я голодная после водных процедур. Поэтому мы с вами идем сейчас куда-нибудь перекусить. Попить кофе. Погода у нас мерзкая. Снег. Но Рига все равно красивая. Музыка. 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 Галерею Рига, там где H&M красненькие светятся, там всегда уютно, хорошо есть где пообедать. О, кстати, вот этот мистер Банни Китчен, я думала как-то на завтрак к ним прийти. Ага, такой он инстаграмный, там всякие авокадо-тосты и прочее, надо как-то зарулить. H&Mчик, всё розовое, кстати, можно потом будет зайти и в H&M. Ой, я прекрасно пообедала в лаге, просто шикарно. Съела картофельные блинчики, салат винегретик и кофе выпила. А сейчас давайте в пару магазинов забежим, но очень быстро. Думаю, вот может быть в Азерсторис зайти или в Манго рядом. Просто вот буквально на 5 минут. Манго сейчас конкретный тренд на джинс, на деним. У них просто тотал деним лук. Начиная с курток, джинс и, посмотрите, сумки появились джинсовые и даже джинсовые туфли. На небольшом каблучке с таким бантиком. Сколько такие стоят? 60 евро. А сумочка? А сумочка, не вижу цены. Сумочка стоит 30. Такая мини. И жилетки, и куртки, и джинсы карго с такими карманами. Тотал джинс. Симпатичные сумки в новой коллекции. Мне нравится такая расцветка. Может, это закос под какой-то бренд, конечно, но... В принципе, симпатично выглядит. Вот это тоже классное на длинном ремешке. А еще есть светлые. Тоже классные. И у них ремешок, смотрите, какой широкий такой. Тоже прикольное. И вот это. Здесь вот цепи. Цепи я не очень такие люблю. Но сама очень симпатичная. 50 евро. Но она, кстати, вместительная довольно. В Манго, кстати, еще распродажа. Очень много джемперов на скидке. Вот красивый очень цвет. На камеру не передает. На самом деле, это такой лавандовый цвет. Вообще, выбор огромный. Посмотрите, сколько. Радиганы тоже на скидке. Но скидка небольшая. 50 на 40. И вот с такими пуговицами тоже. Сейчас очень модно такое, а-ля Шанель. Все, ребят, я уже вышла из галереи. У нас начинает темнеть. Я поняла, что я так устала. Я не хочу никакие магазины. Я хочу просто дома отдохнуть. Ой, только что зажгли лампочки. Если бы я камеру направила в эту сторону, мы бы прямо увидели этот момент. Ай, жалко. Ну ладно, ничего. Зажгли вот эти вот красивые лампочки. У нас по вечерам горят. В общем, все. У меня очень приятная усталость. Поехала я домой отдыхать. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся совсем скоро. Всем пока.